Молодой бренд Polestar, созданный под патронажем Volvo, накрыл большой скандал. Все электрические лифтбеки Polestar 2, а это 2200 машин китайской сборки, срочно отправятся на сервис. Притом по весьма серьезной причине. Как выяснилось, силовая установка имеет привычку отключаться прямо во время движения. Оказалось, что причина в ошибках программного обеспечения, на устранение которых иным дилерам требовалось по месяцу времени. К счастью, тормозная система и рулевое управление на заглосших электромобилях продолжали работать. Видимо, поэтому удалось избежать несчастных случаев. В любом случае, теперь Polestar придется объявить отзыв, зазвав двойки на обновление софта. Если бренд Polestar, несмотря на китайскую сборку, формально считается европейским, то марка Хун Ци, то есть Красное Знамя, стопроцентный продукт из Поднебесной. Прежде всего, Хун Ци славится своими лимузинами для тамошней партийной элиты. Однако время не стоит на месте, а одними членовозами сыт не будешь. Поэтому премиум марка выпустила флагманский кроссовер, который предложат всем желающим. Впрочем, слово «всем» здесь не совсем подходит, ведь стартовый ценник новинки – 80 тысяч долларов. Самый дорогой Хун Ци рисовал бывший дизайнер Роллс-Ройса Джайс Тейлор. И большой китайский паркетник выглядит, пожалуй, получше Калинина. Хотя по габаритам это все же разные машины. По формату новинка больше похожа на BMW X7. Впрочем, прямые параллели не имеют смысла, так как китаец имеет электрическую начинку. Пока для заказа доступен вариант отдачи 436 сил, у которого спереди и сзади установлено по одному электромотору. Но прямо сейчас готовится более мощная модификация. С запасом хода дела обстоят отменно. С самой скромной батареей огромный кроссовер готов отмахать 460 километров, а с топовым аккумулятором больше 600. Притом во время путешествия водителю будут доступны услуги автопилота. Хотя главное здесь, разумеется, не шофер, а пассажиры, для которых позади водительского кресла установлена пара роскошных ложементов. А если вдруг машина покупается для семьи, то салон может быть шестиместным с посадочной формулой 2 плюс 2 плюс 2. В продаже машины должны появиться до конца года. Притом, как уверяет китайская пресса, марка готова предлагать дорогущий электромобиль не только на рынке Поднебесной.